Пора заслушать, что там наверху делают депутаты Госдумы, прошедшие от Владимирской области. Решили народные избранники ЗАГС Собрания. Первой решила отчитаться Ольга Красильникова, хоть и работает в Нижней Палате Парламента меньше всех. Как рассказала депутат сегодня, представляет регион она достойна. Одни вопросы в рамках парламентского часа в Госдуме, чего стоит. Мною было задано в зале семь устных вопросов министрам. И дополнительно к двум министрам я обращалась письменно. И все вопросы, естественно, касались Владимирской области. О проблеме всероссийского масштаба говорил начальник областного управления ФСКН Пётр Бузин. Россию охватила спайс-эпидемия. Владимирский регион не исключение. Причём наркоманы с каждым годом молодеют. Так, по данным соцопросов, каждый десятый школьник имеет опыт употребления наркотиков. При этом один наркопотребитель втягивает за год свыше пяти своих сверстников. Уважаемые коллеги, только вдумайтесь в эти страшные цифры. Вдумавшись в страшные цифры, депутаты перешли к цифрам другим – бюджету. Всё основное обсудили уже в комитетах и на слушаниях. Так что главному финансисту области Вячеславу Кузину выступать не пришлось. Но вдруг возникло пожелание рассмотреть возможность сформировать каждому депутату свой фонд за счёт бюджета. А там уж народный избранник найдёт, куда их потратить. Мероприятие по району на ту или иную сумму, которая есть в бюджете у того или иного депутата, который выносит на ЗАГС собрание эту сумму, согласовывает, подает к вам и это подает в план работы. Я сейчас как проситель, у меня денег нет. Любой бюджетный расход основан на нормативно-правовой базе и не терпит произвольного включения этих расходов. Вот на это, это моя точка зрения. А депутат Бобров против. Коммунистов возмущает, что федеральный центр урезает деньги на поддержку регионов. Поэтому Анатолий Бобров торжественно заявил, фракция КПРФ в ЗАГС собрании в знак протеста воздержится от голосования. Первый секретарь Владимирского обкома ещё мягко выступил, считает спикер ЗС Владимир Киселёв. Установку такую в Москве дали. За региональные бюджеты не голосовать. Берём такую вот ситуацию, если вдруг фракции Единой России поддержат фракции КПРФ. Ну невероятные ситуации, но вдруг поддержат фракции КПРФ в регионах страны. Что такое? Значит, бюджеты всей страны будут не приняты региональные. Это фактически хаос в стране. Хаоса во Владимирской области пока не произошло. В первом чтении бюджет приняли. 25 за, против нет, трое воздержались. Во втором окончательном чтении бюджет области планирует принять меньше, чем через месяц.